Доброго времени суток YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Я продолжаю рассказ об абсурдном, абсурднейшем приказе 749N, медицинском приказе, по которому сейчас живет вся Россия. В случае обследования лиц опасных профессий, атомщиков, нефтяников, эксплуатантов, я так их общим словом назову, это не мой термин, не мной придуманный, эксплуатанты, источников ионизирующего излучения, сюда попадают и летчики, у них в панели самолетов есть колбочки, которые ионизируют, и по этому приказу они попадают туда, они должны проходить психологические обследования. Это различного рода транспортники, то есть это перевозящие РЖД, железнодорожные грузы, цистерны с обогащенным ураном, или допустим автопредприятия, которые транспортируют до ЖД, тоже должны проходить работники, водители должны проходить такое обследование, потому что они сталкиваются так или иначе с источниками ионизирующего излучения. У нефтяников на буровых вышках куча, огромное количество, там их 2 или 3 приборов, которые излучают, то есть нефтяники непосредственно относятся к лицам опасных профессий по приказу 749Н, по той простой причине, что они эксплуатируют, они эксплуатанты приборов, излучающих источник ионизирующего излучения. Но это так, отклонение от темы. А сейчас я бы хотел сосредоточить ваше внимание, уважаемые коллеги, медики прежде всего, да и не медики тоже, и организаторы от медицины, и руководители предприятий, обратите внимание, в двух абзацах 2 противоречащие друг другу мысли. Вот они, я их специально выделил. Меня просто бомбит, как сейчас принято у молодых людей говорить, я не очень молодой человек, но меня бомбит от того, какой абсурд допускают и допустили наши организаторы от медицины. Пофамильно я вам их уже называл в своих предыдущих видео. Соответственно, психозеологические обследования проводятся в лабораториях обеспечения профессиональной надежности персонала, далее ЛПФО, создаваемых на объектах использования атомной энергии и учитывают результаты психологической диагностики ПВЛК, профессионально важных личностных качеств человека, ПВК. Соответственно, речь идет о том, что на объектах, обратите ваше внимание, на объектах использования, то есть есть предприятие, нефтегазовое, там я не знаю, какое угодно, транспортное, РЖД какое-то предприятие, это объект использования атомной энергии и, соответственно, создаются при них лаборатории психологического обеспечения. Жизнь и деятельность лаборатории психологического обеспечения дает приказ 532, он у нас на сайте есть, зайдите, посмотрите. Это библия ЛПФО, которая вообще на основе закона 170 федерального закона гласит о том, что должны быть созданы, приказы 2001 года, должны быть созданы лаборатории психологического обеспечения. Так вот, я подчеркиваю, на объектах использования, то есть на предприятиях такие лаборатории должны создаваться. Черным по белому написано, это было написано еще в 2001 году, на объектах использования атомной энергии. И во втором абзаце мы с вами что видим? Так, мы видим, проводятся в медицинских организациях подведомственных федеральному биологическому агентству. Так, абсурд, господа, обратите внимание. С одной стороны, тут одна подчиненность предприятий, они подчинены Минатому Российской Федерации, Росатому. А здесь мы видим подчиненность ФМБА. Вот эти три человечка в Москве, которые писали этот приказ, они свой приказ, наверное, сами не читали. Так все-таки, на объектах использования атомной энергии создаются лаборатории, или же они создаются на объектах и в медицинских организациях подведомственных ФМБА, медицинской структуре. Вот эта страница какая? Страница номер два. На второй странице приказа 749 мы встречаем с вами первых два абсурднейших абзаца. Дальше я расскажу и покажу еще ряд абсурдных моментов. Вот смотрите, я их тут сколько наподчеркивал. Сколько абсурднейших моментов содержит в себе приказ 749Н. На обследование направляет работодатель. Но сейчас не буду вдаваться в подробности. Опять речь идет о том, что предприятие должно иметь ОКВЭД, и при предприятии должно создаваться лаборатория психологического обеспечения. А проводиться эти... Странно, да? Лаборатория создается при предприятии... На странице номер два. Вот оно. То есть создается на объектах, то есть при предприятии такая лаборатория должна создаваться. А обследование должны проводить медицинские организации. Это как так? Это что за маразм? И премьер-министр Мишустин утвердил 749-й приказ. Объясните мне простыми словами. Лаборатории создаются при предприятиях или же при медицинских организациях. В одном абзаце одно написано, вот на одной странице в двух разных абзацах. И других толкований переубедить меня в том, что это абсурд полнейший. Все стреляются, медики не понимают, что делать. Значит, лабораторий у них нет. Создаваться они должны при предприятиях по этому приказу. Фактически, медики не обязаны и не должны. Я с этим полностью согласен. Медики не должны создавать такие лаборатории. Это не обязанность медиков. Обязанность создать лаборатории. И так было. Эти споры длятся с 2001 года. Сколько копий, сломан, стрел, мечей и так далее по этому поводу. Лаборатории должны быть самостоятельны и создаваться при предприятиях. И обслуживать предприятия в тесном взаимодействии с медицинскими организациями. На договорных основах. Вот как должно происходить. У нас весь мир сейчас. Вся Россия живет по договорам. Весь предприятие заключает договор с медицинской организацией. Лаборатория создается при предприятии на объектах. Вот я подчеркну это. Выделю красным шрифтом. На объектах использования. Вот оно. На объектах использования. А проводится все это в структурах ФМБА. То есть в каких-то медицинских центрах. Клиниках и так далее. То есть в одном, в двух абзацах. Абсурд, абсурднейший. Мое неизменное мнение. И не только мое. А у моих коллег тоже. Из других лабораторий. Как это было прописано. В 532 приказе. Совместном приказе между Минздравом и Минатом Российской Федерации. В 2001 году. Лаборатории должны создаваться. Не в медицинских организациях. И тут Мартенс, Турубаров, Щебланов. Турубаров главным образом. Турубаров, Щебланов, Седин. Лоббируют у премьер-министра Мишустина. Вот такой вот закон 749 приказ. Они его сами-то читали. Или это какой-то абсурд. Если не сказать хуже. Бред полнейший. Вот что мы с вами сейчас наблюдаем. На объектах и в медицинских организациях. Поясните мне, дураку, пожалуйста. Как это все понимать. А понимать это надо так, как я это понимаю. Правильно понимать. Создали лабораторию. Лаборатория заключает договор. Вернее предприятие заключает. В структуре которой находится такая лаборатория. Заключает договор с медицинской организацией. Давайте будем, господа, руководители предприятий и медики. В том числе разделять яйца и корзинку. Лаборатория это лаборатория психофизиологического обеспечения. Хоть она и звучит как психофизиологического обеспечения. Но психофизиологические обследования никакого отношения к медицинской деятельности с их неврологами, психиатрами, терапевтами, офтальмологами и прочими узкими специалистами не имеет. Они различаются по целям, задачам и методам. Самый простой пример. Я уже говорил об этом неоднократно. Психиатр. У него основной и единственный метод диагностики это метод наблюдения. А у психофизиологов основной метод. Их несколько. Основной метод это метод эксперимента. Все. Все четко, ясно и понятно. Психиатр область наблюдает. Он сидит там, закрывает на 2 месяца пациента в отделении. И 2 месяца на него смотрит и беседует с ним. Денежки за это получает. А психофизиолог обследует специальными методиками. Настоящими. Ну ладно, это тоже отклонение от темы. Одним словом, абсурдность приказа 749-Н я считаю доказанным. Вот это. На объектах. В медицинских организациях. Абсурд, абсурднейший. Точка. Поэтому давайте будем работать. Будем смотреть, как что будет получаться у нас. Продолжу этот цикл видео обязательно. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Продолжу этот цикл. Субтитры делал DimaTorzok